Блогер Владимир Сверкалов пишет о затянувшемся ремонте улицы Мичурина. Улицу закрыли полтора месяца назад, 21 января, напоминает автор. Обещали устранить аварию за несколько дней. Потом разочаровали тем, что перенесли срок открытия на 16 февраля. Но и к этому времени не успели. К 1 марта, увы, опять не успели. Теперь новая дата открытия, современной высокоскоростной магистрали, 7 марта. Город стоит в пробках, тысячи людей испытывают неудобства из-за перекрытой улицы, все сроки уже сорвали. Почему такая безответственность, восклицает Сверкалов. Блогер Александр Жоглев поведал необычный факт о памятнике герою гражданской войны Василию Чапаеву в городе Чапаевске. Оказывается, он каждый год меняет окрас, и в этом году памятнику достался сиреневый или фиолетовый, недоумевает автор. Напрашивается вопрос, а кто-нибудь согласовывает свет? Если да, то кто? И как много времени уходит на обдумывание и согласование? Тот же Ленин, который находится напротив Чапаева, на моей памяти уже сменил порядка 10-15 цветов, от серебристого металлика до темно-коричневого. Может, тогда и ладью покрасим в розовый или оранжевый цвет? Иронизирует блогер. Блогер Рузов Дмитрий рассказал о необычном соревновании Юнимото, состоявшемся в Малой Царевщине под Самарой. В Юнимото участвуют шайтан машины исключительно на одном колесе с приводом. Как правило, внутреннего сгорания. Однако возможен вариант и электропривода. Кропотливый ручной труд с точностью на глазок всегда дает поразительные в своей непредсказуемости результаты. Приехавшим просто поглазеть сложные впечатления были гарантированы. Продолжение следует...